Самое главное – это люди. Евритеки делают все, чтобы обеспечить своих сотрудников не только зарплатой, соцпакетом, но и комфортными условиями труда, особенно учитывая специфику нефтедобычи. Раньше нефтяники жили в вагончиках, приспособленных под жилые помещения. Сегодня для них открыли комфортное общежитие. Это как бы, скажем так, второй дом наш. До этого жили в вагончиках, по четыре, по восемь человек. Так, тепло, светло, ну вообще, комфортно, уютно. Алмаз Нагманов осматривает свою будущую комнату. Не зря он месторождение называет вторым домом. Работают вахтами месяц через месяц. Это значит, что шесть месяцев в году нефтяники проводят здесь. И здесь для них теперь и кухня, и прачечная, и сушильно-гладильная комната, комната отдыха, даже тренажерный зал. Быт организован так, чтобы ритековцы могли хорошо отдохнуть, чтобы хорошо поработать. Ведь месторождение имени Виноградова является приоритетным в группе компаний «Лукоилы» для ритека в части разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Мы здесь планируем развиваться и дальше. Со следующего года к бурению приступит уже пять буровых станков. Поэтому надо обеспечить достойные условия, чтобы люди занимались трудной нефтью. На торжественном открытии глава района Сергей Маненков поздравил работников ритека с 25-летием и с этим знаменательным событием. По его словам, ритек всегда был социально ответственным предприятием. И вот в эксплуатацию столовой и общежития лучшее тому доказательство. А вообще, наверное, согласитесь, здорово, что есть такие комфортные условия для работы и для тех, которых приехал к нам в эксклюзивно Белоярске, наших белоярских работников. Поэтому я благодарю в целом за линию, которую проводит ритек. А у нас с ними действительно партнерские отношения. Они, кроме налоговых платежей, нам деньги в бюджет перечисляют. После тех перечисленных денег я рад, что хватило денег нас построить, чтобы столовую и прекрасное общежитие. Символическую ленту разрезали глава района и директор предприятия Ритек Белоярскнефть. И, конечно, гости устроили экскурсию. Новый общежитие имеет два этажа и может разместить сотню человек. А еще здесь несколько медицинских кабинетов, где работники будут проходить осмотры у медиков перед работами. Глава лично протестировал новое оборудование. Давление, как у космонавта, можно смело идти на буровую, пошутили нефтяники. А в столовую уже накрывали на столы. Очередная смена рабочих приехала на обед. Повара признались, что теперь они еще вкуснее будут готовить для ребят. Наш ассортимент входит два первых, четыре горячих и четыре гарнира. Два вида выпечки, два-три вида салата. Прям как в санатории. Да, мы стараемся, у нас ребята хорошо. Хорошо кушает тот, кто хорошо работает. Старая истина. Ввод этих двух объектов стал важным событием в жизни нефтяников предприятия «Ритек Беларскнефть». Очень важно, что в год юбилея, а в этом году «Ритеку» исполняется 25 лет, они не уменьшили инвестиции по отношению к прошлому году. И очень здорово, что проинвестировано не только в строительство дорог, обустройство месторождений, а сделали прекрасное, шикарное общежитие на 98 мест и прекрасную столовую. Запуск этих объектов, конечно, не ставит точку в социальной обеспеченности работников Беларского «Ритека» на местах активного бурения. Но теперь на всех шести месторождениях, что в разработке у предприятия «Ритек Беларскнефть», обустроены комфортные места питания и отдыха сотрудников. Валентина Иванова, Петр Михалап, Время новостей. Месторождение имени Виноградова, Беларский район.